В массовой дорожной аварии на Тюменском тракте один человек погиб и двое оказались тяжело ранены. Столкновение двух фур и двух легковых машин произошло накануне около пяти часов вечера на 63-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в Белоярском районе Свердловской области. Предварительно виновником трагедии стал 41-летний водитель ВАЗовской пятнашки, умышленно или неумышленно, оказавшийся на встречке перед тягачом МАН. Водитель автомобиля ВАЗ 82-го года рождения, не обеспечив постоянного контроля за движением своего транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем МАН под управлением водителя 77-го года рождения. После чего автомобиль МАН допустил выезд на полосу встречного движения, где допускают столкновение с автомобилем Вольво под управлением водителя 99-го года рождения. От столкновения с автомобилем МАН автомобиль ВАЗ отбрасывает на встречный автомобиль Фундай под управлением водителя 63-го года рождения. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, 46-летний водитель тягача МАН ТГА, житель Красноуфимска, за час до этой аварии загрузился в Екатеринбурге бытовой техникой и выдвинулся в сторону Тюмени, а оттуда должен был проследовать в Салихард. К сожалению, этот рейс для него оказался последним. Мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался, не дождавшись помощи врачей. Но эта помощь потребовалась еще двум пострадавшим. 41-летнему водителю ВАЗ-2115, предположительно спровоцировавшим массовую аварию, и 24-летнему рулевому тягача Вольво, направлявшемуся в Екатеринбург в составе автопоезда Шмидс с полуприцепом и прицепом. У водителя Вольво медики диагностировали перелом грудной клетки и левой руки. Оба пострадавших находятся в больнице города Азбеста. Не пострадал в этом столкновении только 60-летний рулевой Hyundai AX35. Также в ГАИ сообщили, что и погибший в этой аварии водитель МАНа, и виновник, имеют продолжительный стаж управления более 20 лет. При этом в учетных карточках водителей отыскалось лишь одно зафиксированное НПДД на двоих. То есть не то чтобы злостными, но и вообще нарушителями правил их назвать было нельзя. По факту смертельной аварии на Тюменском тракте начато расследование. На время ликвидации последствий нарушения участок федеральной автодороги пришлось перекрыть для движения всех видов транспорта, так как разбитая фура перегородила обе полосы движения. В течение шести часов объезд этого участка осуществлялся через города Азбест и Сухой Лог.